Музыка Меня зовут Илья, это моя супруга Дарья. Мы из России, город Мурманск, Заполярным краем. Два года назад у нас отец Трифон приезжал сюда в Грузию, познакомился с кутыйскими отцами, ему очень понравилось. Он так был вдохновлен духовным состоянием Грузии, и он это нам очень часто рассказывал. Настолько все это нам впало в душу, что мы собрались с целой большой компанией год назад, в 2017 году. И решили тоже посетить Грузию. У нас была целая паломническая поездка. Мы посетили очень много храмов в Кбилиси сначала, потом в Эскетии были, в Кутаисию приехали и Мортвили посетили. Восемь лет у нас детей не было. Не могли же, никак у нас не получалось. Вот. И мы узнали, что есть в таком монастыре Мортвили, там есть и икона беременной Богородицы. Там у нас отец Трифон, он с нами был год назад тоже, приезжал в большую компанию. Прочитали мы молитву большую, совместную молитву прочитали. И потом непосредственно уже после Мортвили посетили Кутаисию, к отцам заехали. И познакомились с батюшкой Ильей, и он к нам подошел и сказал, что вот так вот руку положил, сын Георгий будет. Подошел к другой нашей знакомой, сказал, что будет дочь Тамара. И еще к одной девочке сказал, что тоже будет ребенок. И когда мы, ну, естественно, вот полубались, это самое, вот, приехали в Россию, и через пару месяцев, чисто случайно, супруга мне говорит такую новость, что мы забеременели у нас, наконец-то случилось это. И параллельно у нас, получается, заберемела та девушка, которая тоже, отец Илья, сказал, что будет ребенок. И это было такое большое счастье, настоящее Божье чудо. И мы пообещали, что приездить именно, приедем в Грузию, потому что именно чудо случилось здесь, по молитвам в Грузии именно. Приехали сюда именно год назад. И вот наш сын родился 9 марта, как только вот получилось с отпуска, мы приехали сюда, сразу в Кутаисии, чтобы крестить нашего сына, именно здесь. И отец Илья будет нашим крестным отцом. Молились долго. Сначала очень расстраивались, что не получалось. А потом действительно мы приехали в Грузию, и... Сама поездка очень благодатная. Причем, очень много бездетных у нас было. То есть все собрались по интересам, так сказать, у нас пары. И действительно случилось чудо. Мы приехали на следующий месяц. Я забеременела. Мы не ожидали, что... И действительно было так, что к нам подошел отец Илья. Положил мне руку на голову. Чисто случайно. И сказал, будет сын, назовете Георгием. Ну, мы так с супругом поулыбались. Ну, Георгий, так Георгий, ладно, если действительно так будет. И когда на следующем месяце я забеременела, ну, конечно, для нас это было очень неожиданно, я бы так сказала. И это действительно чудо. Сейчас вот это Божненькино чудо. Мы будем крестить. Крестом у нас будет отец Илья. Поэтому слава Богу за все. И каждую неделю беременности супруга ходила, причащалась. Потому что хотелось, чтобы ребенок уже в утробе получал Божью благодать. Потому что это Божье чудо. Мы хотели его сохранить, потому что боялись прерываний. Но с молитвами вот эти сестраки, конечно, у нас ушли. И беременность прям протекала. Прям, не знаю, тоже какое-то чудо было. Настолько все так легко было. Я, если честно, готовился к худшему, как будущий отец. Зная, ну, я сам врач, у меня супруга тоже врач. Я знаю, как беременности могут протекать. Настолько все чудесно протекала беременность, что прям просто слава Богу. С супругой мы поженили в 2010 году. Мы крещенные с детства, но мы в храм не ходили, были не церковленные. Вот. И после 2014 года, 22 января, мы повенчались. Почему не повенчались? У нас просто в душе была чарность какая-то была. И мы решили все-таки брак, чтобы был венчанный у нас. Потому что мы планировали беременность и думали, что ребенок должен родиться именно в венчаном браке. А не просто в гражданском штамп-паспорте и все. Вот. И как раз после немчания у нас немножко переворот в душе произошел. И мы начали читать молитвенные правила. Утренние, вечерние потихоньку начали ходить в храм. Стали причащаться святых тайн. Вот. И это все вот так вот духовная сила так давала, что вот это стали... Ребята у нас есть и в Мурманске православная молодежь. Это такая у нас группа православных молодых людей, которые также ходят в храм, причащаются христианинами. Вот. И мы вот влились в ихнюю компанию. И это наши большие друзья, наши братья-сестры православные. Вот мы начали вот встречи, появилась в этой храме, паломнические поездки. Почти каждый год, один или два раза в год мы ездим в паломнические поездки. Ну, пора... Обычно после Пасхи Христовой. На Пасхи Христовой. На светлую седмицу мы собираемся компанией и едем по святым местам. По святым местам, посещаем святые источники. Вот чувствуется благодать прям, как она наполняет, как она нас окружает. Как наши ангелы-хранители нас хранят, охраняют наше духовное здоровье в первую очередь. Вот. И вот это вот духовные рассказы нашего духовного отца Трифона, вот настолько нас поразили, что мы решили посетить это место. Потому что Грузия, я верю, она находится под покровом Богородицы. Вот. Это удел Божьей Матери. Поэтому, конечно, мы, нашей вот этой православной молодежи, решили год назад посетить это место. И посмотреть, и вот тоже, как паломническая поездка, тоже увидеть своими глазами. То, что увидел отец Трифон два года назад, своими глазами увидеть. И вот это все, как живут грузины, вот, духовной жизнью. И тоже, вот, почувствовать эту любовь между Грузией и Россией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok